привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы сделаем выпуск который будет называться животные на лодке друзья хочу предложить вам интересный развлекательный и познавательный youtube канал заметки морпеха ребята снимают интересные видео про рыбалку приключения и отдых на воде рекомендую у вас есть ваш любимый питомец кошка собака хомяк там попугай не знаю не имеет значения и мне очень много задают вопросов насколько вообще это возможно как себя будут чувствовать животные не будет ли им плохо как они выживают в качке и самое главное даже не это как возможно путешествовать с животными с точки зрения законов прохождения границ давайте сегодня мы сделаем материал я вам расскажу теорию и потом мы возьмем интервью владельцев животных и они расскажут собственно уже практическую сторону а пока давайте рассмотрим вообще законодательство как это все происходит прежде чем я начну рассказывать вам о юридических аспектах при прохождении границы с животными я хочу чтобы вы обратили внимание и сделать на этом особый акцент что перед тем как вы будете въезжать в любую из стран вам нужно проверить на возможность факапов то есть грубо говоря такие страны как австралия или новая зеландия вообще не принимают животных и может оказаться такое что вы приедете и либо вам придется вернуться либо ваше животное может остаться на полгода на карантине то есть этот период времени ну реально крайне большой и можно получить массу проблем но чтобы этого не было я сделаю вам ссылочку на нун сайт то есть это сайт на котором все яхтсмены проверяют что нужно для того чтобы зайти в страну и по каждой из стран есть информация по ветеринарному контролю обратите внимание это крайне важно для того чтобы вы могли пересечь животным границу в первую очередь животное нужно чипировать то есть это такой такая капсула чип которая в определенное место у животного там в районе шеи делается такой укол специальным шприцом и в случае чего она сканируется специальным сканером и можно определить кому это животное принадлежит естественно номер чипа сразу вписывается ветеринарный паспорт вернее просто в паспорт на животного в паспорт животного и если животное теряется можно определить кому она принадлежит потому что база мировая после того как вы сделали чипирование и оформили паспорт вам нужно подготовиться к поездке это может занять какое-то время нужно сделать следующее посмотреть внимательно что требуется в тех странах которые вы въезжаете обязательно скорее всего на 99 процентов потребуется прививка от бешенства она делается за 30 дней и в течение 30 дней вы можете понаблюдать заболела ли не заболела ваше животное и по прохождению этого периода времени вы можете уже куда-то выезжать но для этого еще нужно сделать такая справка называется for f1 форма вам нужно ее взять у ветеринара он делает просто опи животное визуальный осмотр и там смотрит что есть все прививки и все есть еще одна такая мульти прививка от каких-то там лептоспироза еще чего-то еще чего-то я уже не помню она делается также при ее требуют в некоторых странах это нужно проверять то есть в период там какое-то время нужно чтобы была эта прививка потому что есть прививки которые действуют три года год там два это все на ем на ампуле сама есть наклеечка их отрывают и вклеивают в паспорт то есть можно посмотреть какие прививки есть именно по паспорту все с этим вы определились ваш пакет документов полностью готов эта форма сделана и вы начинаете вы езжать приходя в аэропорт вам нужно прийти не за два часа как обычно часа за 3-4 и вы направляетесь сразу к ветеринару аэропорта ветеринар изымает вот эту вот вашу форму и выдает такой огромный лист в котором расписано уже ну вот все 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 по животному и только с вот этим вот огромным листом вы имеете право пересечь границу скорее всего по прилету вас вообще никуда не будет ни о чем спрашивать но без этой огромного этого листа вас просто не выпустят и если будет какая-либо проверка в стране прилета то вот этот вот лист гарантирует то что вы легально заехали животным то есть грубо говоря я так понимаю как это работает есть какая-то просто международная конвенция и страна выпускающая контролирует процесс выезда ну а соответственно страна впускающая если она в этой конвенции есть то вы спокойно себе идете если нет тогда вы будете уже все оформлять согласно как бы законодательство той страны в которой вы прилетели и далее вам нужно с вашим животным перейти куда-либо дальше а вот о том как это сделать давайте мы зададим вопросы людям практикующим которые сменили уже на лодке ни одну страну это маша и гоша которые путешествуют рядом с нами они путешествуют с собачкой кстати собачка очень прикольная это африканская не лающая собака привет можно к вам на борт я хочу вам друзья представить маша бойся бойся привет злодейник капитан там спрятался капитан привет гоша мы заходим с этими собаками ходили толпой охотиться на львов их задача была загонять льва в нужное место и охотники там его встречали мне мне а эти барабаки они висли на шкуре льва как гирлянда и в общем то вот так вот в сосисках лев доходил до нужного места половина гибла при этом не львов как это делается я уже рассказал то есть вот все документы как надо практике чем это отличается и вот вообще насколько сложно путешествовать с документами как бы законодательную часть законодательную часть я рассказал вы выехали допустим там куда-нибудь там в европу вот вы с европы хотите идти там через атлантику вот как дальше какие дальше вы должны взять бумажку на в стране выхода о том что он момент выхода здоров справка и все спокойно идем через океан если справка она там валидная там пять дней например для выезда из страны у нее есть срок валидности да ну скажем сутки или пять дней они закрывают глаза по приходу в страну на то что ты пришел из моря они видят о том что ты шел в море понятно что ты нигде не останавливался надо прийти к ветеринару сделать справку о том что данный момент здоров она его осматривает или он ветеринар и дают въездной документ часто даже не глядя на собаку а если вы допустим хотите потом там с мартиник например уйти на там на сант-люши например но в принципе мне необходимо изучить законодательство сант-люши по поводу отношениях к агрикалчал культурам ибо зверушки к ним относятся карантин да и если требуется выполнить их условия они могут например попросить меня предоставить справку о количестве антител в крови на бешенство то есть это нужно перед выходом сдавать здрав если государство в которой я хочу прийти требует это я должна сделать до приходу конечно а вот вообще насколько сложно это все процессе принципе совсем не сложно в принципе это пугает потому что требований десятки порой конечно это пугать фонарем мы знаем насколько это вообще сложно но вот это сложно из этого десятка требования которые практически любая страна хочет увидеть, это десяток бумаг часто, они, как правило, 9 из них всегда с собой есть. Петенанты, паспорт, прививка уже в паспорте отмеченная и так далее. Если чего-то нет, можно монтировать. Сказать, ну, знаете, я вот случайно потерял. Тогда можно эту бумажку восстановить в стране прибытия. В некоторых странах, а в некоторых это 95% всех стран, несмотря на то, что все изготовил, ничего не нужно. Никто ничего не смотрит и не желает даже смотреть. Ну, если это такие страны, как Мартиник, понятно. А если это там какие-то Австралия, то там вообще есть шанс туда не попасть. Могут не пустить собакой вовсе. Мы не проверяли еще дословно точно. Например, в Новой Зеландии мы должны прийти без карантина, нас пустят без карантина, если мы прибудем из перечня определенных стран. Возможно, их 5. О договоренности. Идут там с Фиджи, например, с Кукайленда. Типа того, да. Или еще куда-то. Ага, понятно. Если мы там определенное время пробудем карантинные для собаки, мы можем потом в Зеландию войти без дополнительных карантинов. Слушай, а вот расскажите больше практически. Куда он там писает, какает? Как это все происходит? Какие переходы? Я начну, а Маша продолжит. В переходах, в принципе, это выглядит для непривычного уха. Страшно и странно. Действительно, где собаки писали, как это. Это не кошка, которая может в лоток. Она привыкла, не сказать, делать на природе. И где здесь природа у вас? Природа у нас это океан и палуба. Он в основном на нос ходит. Да, он ходит на нос. Он предпочитает, да, между леером и тузиком он выбрал себе место. Где-то пописать и покакать сложно у нашей породы. Она очень чистоплотная, она не хочет никогда какать на палубе. И терпит, кстати, когда мы шли к тебе, к тебе один сюда, мы шли 10 дней почти, он не какал две разы. Но это же плохо, это же опасно. Что поделаешь? Маша заставляла его порой по часу, просила, не отпускала из туалета, из гальюна, с палубы. Он терпит и терпит. Мясо ест по 300-400 грамм каждый день. Куда оно девается? Причем переваривается, он даже не стал с таким животом. Нормальный пес. Но это же опасно, он же может с тобой. Теоретически, да. Но мы не кормим хрустиками. Мясо, в отличие от хрустиков, оно переваривается практически полностью. То есть из вот этого вот куска у него на выходе вот столько выходит. Он у вас мясо, да? Ест столько мяса, да. А однажды, когда мы шли в Мадейру, он тоже не какал. Это был первый длинный переход с 7 дней. Самый первый, да. Терпел. И когда мы пришли в Мадейру, в Порто-Санто, это было 7 таких куч. Да. Вообще, прям вот 5 метров кучка, 5 метров кучка. Ну, все равно, мне кажется, жалко его. Конечно, а ничего не могу сделать. Клизма мы его не умеем ставить сюда. Ну, понятно, это же не то. Я уже думаю, может быть, на следующие какие-то переходы надо будет приобрести какое-то мягкое животное слабительное для ветеринарного. Ну, чтобы он просто протекал туда ну, тоже опасно. А вдруг его на кровати прихватят? Не, ну, это, мне кажется, все равно это тоже постирать кровать лучше, чем то, что он терпит. Где же был на Гренаде? Мы однажды стояли на якоре и американская пара с двумя собачками тоже на борту встали с нами рядом на якоре. У них две крупника. У них собачки ходят по большому в туалет очень уникально. Вы какого не видели? Садятся на умитаз? За борт? Почти. Почти в умитаз. Они стоят на пол. Выходит хозяйка с такой кастрюлей на ручке. С железной миской здоровой. Ставит собачки под попу. Та туда аккуратно какает. Я там кидаю и закручу. Все чисто. Хорошо. А в плане вот качки? Их укачивает? Как они качку переносят? В принципе, мне кажется, как обычные люди. Первые сутки их тоже как бы муторно. Он ходит, ищет место, никак не может уснуть, улечься удобно. На следующие сутки, на вторые сутки, вот главное первую ночь переспать. Это как всегда. А снаружи, внутри дежурится? Его тошнит или нет? Нет. Ты знаешь, никогда его не тошнило, не укачивало так. Он не тошнит, но видно, первые сутки его прикачивают. Он вялый. Он не ходит сам по лестнице в первые сутки. Его надо... Он просто лежит. Старается лежать. На руках, чтобы поудобнее улечься. А он где? Он внутри или снаружи в основном? С нами. Снаружи. Со мной. Снаружи. Со мной. Если я ухожу вниз, на ночь я его обязательно забираю туда. Маша, когда он был маленький, он выбирал каждый месяц, первый год, кто будет хозяином. То я был хозяином, то Маша. То я, то Маша. Так продолжалось 12 месяцев. Потом в итоге он подплюнул, решил, будет вашим. Поэтому она хозяином. Верняк. Слушай, а ты рассказывала, какая-то у ваших знакомых была страшная история с котом. Да. У них молодой кот сошел с ума. Им пришлось его утопить. Прямо именно... Прямо в переходе. Прямо в переходе. Прямо в переходе. Он дрался с ними. Он вставал на задние лапы, ходил за ними на задних лапах как человек, шипел, и когда догонял человека, медленно догонял, вот так рвал. И кусал. И это вот случилось именно в переходе? Именно в Греции, да, между островами, в море. Вот. Пришлось утопить его им... Где-то тоже... Да, где-то там между островами они сказали, красивое место, там они выбрали. Ужасная история. Потому что и опустить его было нельзя. Он мог подрать так и ребенка на берегу где-то и на кого-то напасть. Сошел с ума. Три дня они мучились, не знали, куда деться от него, прятались. То есть именно из закачки, думаете? Неизвестно. Может быть, это была какая-то врожденная штука, потому что это была порода сфинкс. Может быть, они мутанты, но они же выведенные мутанты в принципе? Да, мутанты необычные. В природе они не могут существовать. Шерсти нет. Они загорают. Странно. Они загорают. С черными обгорают. Да. Мулаты могут стать. Ну, да, такие, конечно, они очаровательные ублюдочки. Они похожи на гоблинов, да, но такие теплые. Если бы вот у вас был вопрос путешествовать с собакой или без собаки? А у нас было и так, и так, пожалуй, да. зная уже все вот эти, все процедуры, все вот это происходящее, все. С собакой, да, это несложно, совершенно несложно. Интересно. Пугает просто новое что-то. Конечно, конечно, вот в этом и вопрос. И есть, кстати, очень полезная для здоровья штука в собаке. Каждое утро и вечер хочется, не хочется, мы вынуждены ходить куда-то. Да. Выезжать на берег, надо хочется неделю пробыть на лодке. Не получается. Каждое утро и вечер надо выходить гулять. Благодаря ему я узнаю кучу районов, где мы находимся в мариных стоим. Я начинаю лазить по всем закоулкам с ним. Иди ням-ням. Слушайте, а людей вообще с собаками много? Да. Мы не замечаем, потому что знаешь, ну... Очень. Очень много. Очень много. У нас в каждой прям на второй день образуется куча друзей собачников, потому что, естественно, там второй раз встретились утром, ну все уже. О, привет. Да-да-да. Очень интересно здесь, в Панаме, здесь, по-моему, 800 тысяч собак как людей. Да. За жратву я готова скалывать. Лежать. 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 Ну, папу, это по-моему... Как мол. Как мол. А зайку сделаешь? Бозя, зайку давай. Ой, молодец. Ой, лапочки так задние стоят. Он у нас... А, вот тоже, если сложная порода, например, то он у нас уже однажды попал под скутер. В 5 утра на рассвете встает солнце не души на пляже. 20 километров пляж шириной километра 2. мы вышли одни. И тут взялся скутер ехать там. Конечно, он пошел его добывать, да. Он пошел охотиться на скутер. Добывать скутер. На обед. Это так же, как молны там добывал. Да, 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 да. Побегать, святое дело. И, конечно же, чувак его сбил. Вот. и оторвал ему сустав. На ноге, да. Мы восстановились, да, восстановился. В итоге ему сделали операцию, да. У собак нет альтернативы, у них в суставе связка проходит. И она рвется при вывихе и обязательно удаляют часть головки. Он нормально, оно ему не мешает? Немножко мешает, потому что одна нога стала чуть-чуть короче. Но ты видишь особых изменений? Не, я вижу, что он ходит нормально. Он сидит чуть-чуть кривовато. Иногда, когда он спит и я подхожу его взять на руки, он может на меня рыкнуть, потому что ему видно больно. А иногда не больно. А может, он просто не ожидал этого. Не, 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 я предупреждаю, я предупреждаю. Нельзя спящую собаку просто так вот. Да, да, да. Слезай, ну вставай. Ну что, друзья, мы только что были у Маши с Гошей. Они рассказали нам про свою историю, про то, как они селят с Бозей. А сейчас мы поедем еще к одним нашим знакомым, которые расскажут вам о том, как отличаются правила и перемещения для животных, которые живут с хозяевами, с паспортом Евросоюза. Может быть, там условия другие, может быть, нет. Давайте узнаем. Я хочу познакомиться к Хелене. Она владела 狼狼 и ее семье селят по каком? Много года. Много года. года. Много И они приехали из Европы. Да, из Спании. Так что теперь мы можем получить опыт, потому что, как вы знаете, мы не имеем животных, но мы хотим получить знаменитую практическую часть. Так что, давайте идем. Дина сказала, что мы думали, что может быть, что мы именем животных, но мы боимся о том, что все пепелки и бюрократии. Да, сделай это. Да, обязательно. Ты никогда не именем животных? Да, да. Так что, вы знаете, всегда очень приятно иметь животных. Но только одно, что нас не понимает, что мы не знаем о реальности, о пепелках и бюрократии, о том, что мы têm бои. Да, это кажется, что грустнее, чем это. О, хорошо, хорошо. Пойди. Как сложно ли это путешествие с животными? Я думаю, что это не сложно. Это просто решение, если вы хотите взять птица или если вы не хотите взять птица. Если птица в бутылке будет хорошо, то нужно будет работать, чтобы привести его в разные страны. Какие правила? Где вы живете? Мы из Германии, но мы живем последние годы в Спании. У нас есть европейский птица, птица животного птица. Я могу вам показать, если вы хотите. Так что вы должны делать все заболевания. И вы должны получать медицинские, птицы, которые вы даете каждый месяц или антипаразиты. Да, да, да. Но есть ли какие-то определенные правила, чтобы вы должны получить какие-то птицы, которые будут выше птица? Или птица с птицами достаточно для путешествия по всему миру? Это зависит от каждого страны. В Карибе это довольно разнообразно. Так что есть страны или страны, где вы не нужны ничего. Как французский или Ромеоак? Да, французский. Мартиник и Гуадалук, например. Это довольно легко, потому что это европейская коммуника. Но просто возьмите птица и вы везете. Они даже не хотят увидеть птица. Но другие страны нужны специальные птицы. Какие птицы? Какие птицы? Один страны, например, они все хотят увидеть не только Рабиа-тест, но и анти-тесты. А, окей. Так что они получают антипаразиты. Я не знаю, что это в английском языке. Это просто, что показывает, что животные не инфектируют. Да, да, да. И что это... Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Вы должны получить это, пока вы приходите? Да, пока вы приходите. Некоторые страны хотят, что тесты не более 10 дней, или что-то такое. А, окей, окей. Мы имеем почти те же правила в нашем стране. Так что, пока мы путешествуем, мы должны получить это. И после того, чтобы мы приехали, например, в аэропорту, и в аэропорту, мы получили специальные приглашения, например, крупные лица, и с этим вы можете путешествовать везде. Но если вы хотите, например, вы хотите, например, в Франш-Отромер, в Мартинеке, и вы хотите идти в Сан-Винсенте. Да. Как вы решите этот вопрос? В Сан-Винсенте, это возможно, но мы не остановились на основном острове, в Сан-Винсенте, поэтому вы должны идти в Капитал, и мы просто идем на Беквей. Да, но мы не идем туда, мы идем на Беквей. И мы пытались проверить с ребенком, и это было сложно, потому что они сказали, чтобы уходить в Капитал, потому что они имеют ветеринарную службу. Да, 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 да. Мы просто решили, что мы просто оставляли его, и оставили ребенка на боте. Ага. Но если у вас есть ребенка на боте, то вы еще можете приходить, но это не позволяет вам идти на боте? Да, да. Это то, что они сказали. И даже есть документы на иммиграции, которые сказали, что если вы идти с ребенком, на боте, то если мы увидим, то мы их снимем. Так что это довольно стричное, но реальность всегда другая, потому что мы встретили людей с ребенком на боте, и они идут в вечеринке или в вечеринке, просто по-другому, и это нормально. И мы тоже сделали это. Но есть ли это страна, в котором вы даже не можете прийти с ребенком с ребенком? Да, Ямаика. Ямаика? Да. Да, это ужасно, потому что у нас есть какого-то Боб Марли-класса. Да, это Боб Марли-класса из всех ребенка. Класс, который не может прийти в Ямаику. Да, я думаю, что они не могут быть ни пти. Да. Но они довольно стричны с тем временем. Да. 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 И, например, если вы хотите прийти в Нью-Зеландию или в Австралию, у вас есть какие-то права, что это права. Да. 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 У нас есть какие-то права. Да. 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 У нас есть какие-то права, где вы готовы все документы, или нужно делать это на кем-то, или нет? Да. Это зависит от того, как другое время вы будете везти. Если вы будете везти за месяц, то находится на 1 год, а некоторые для 3 годов. У нас была ситуация в Мексике, мы планировали только один год, но с ковидом ситуацией мы продолжили и остались два года. И в Мексике я пошла к врачу, чтобы проверить документы, или чтобы получить больше медицин, и она проверила его вакцины, и мы должны были ренео. Потому что это только один год? Да, потому что большинство вакцины нужно ренео каждый год, поэтому не забудь о этом. Потому что иначе нужно всегда рассмотреть наиболее страны, потому что в некоторых странах это довольно дорого. Какая большинство вакцины? Например, в США мы сделали около 100-150 евро, и в Мексике я делал все за 20 евро. Ага. 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 Да, мы имеем в виду, и он нормально. В каше, да. Если каше пиво идёт пиво, то нормально, вы просто его развернули с бакетом. Но это не проблема, потому что я вижу, что у тебя тик на вашем боте. Я не знаю, я не имею никакого испытания. А это эффекта тик или нет? Если вы не уйдете, то вы, конечно. Да, 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 но я имею в виду, что если ты осуществляешь воду... Да, ты осуществляешь воду, ринзь его, и тогда будет хорошо. Теперь он хочет играть. Теперь он хочет играть. Но если это для чего-то более тяжелого... Да, просто... Вы можете просто бросить его. Мы просто берем пакет, это самый простой вещь, и просто бросить его, и мы его ринзем с водой, и это всё. А ты думаешь, что даже для ботов, с тиг-деком, это не проблема? Нужно просто заниматься в тиге? Да, да, да. Вы должны каждый день... Я имею в виду, что... Я имею в виду, что тяжелее, это не проблема. Иногда это больше пакет, потому что, если он идет в дерево, он может сломать, поэтому нужно, чтобы его ринзить. А, окей. Вы используете пакет или просто... Да, иногда я использую пакет, если я чувствую, что что-то сломает. Но обычно это просто вода. Но регулярно, это не так тяжело. Да, да. И здесь, это гораздо легче, потому что у нас много дождь. А, окей. И вода, который идет из-за бауза, так что он будет чистым все время. Но это безопасно? Потому что, я имею в виду, если вода приходит, большие пакеты... А, окей. А, окей. У нас есть маленький пакет, маленький пакет. Это не реально пакет, это просто пакет с головой. А, окей. А, окей. А, окей. Даже если мы не видим его, он всегда находится в какой-то месте. И мы не позволим его выходить на улицу. А, окей. А, окей. Если оно будет тепло, то нормально. Да, да, да. Если оно будет тепло, то можно идти, но в ночи ты будешь в пакет. И держите все внутри себя. Да. Ты видишь, что он очень красивый пакет. Он настоящий пакет. Он любит воду. Хорошо. Так что это тяжелый пакет для пакет? Упс. Это просто шарик? Или свет? Нет? Или просто... Нет. 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 А, окей. А, окей. Но я надеюсь, что это никогда не случится. Да. Окей. И одна права. Но я просто читала. Я не знаю. Если вы потеряете пакет, то вы не должны попытаться вернуться. И его вернуться. Но просто остановитесь и ждите. Потому что пакет к тебе. А, он может прийти. Он будет прийти. Потому что пакет всегда прийти. Если вы возьмете пакет. Нормально, когда вы делаете правила безопасности для людей. Если вы потеряете кого-то, то вы должны идти. Потому что человек останется и ждет. И ждет. А пакет не ждет. Он всегда следит за тебя. Так что он... Не сделай это тяжелее для него. Да. Не будет. Нет, нет, нет. Мы будем в воде. Как его название? Бу. 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 О, да. Какая братья оно? Это спанского вододородорка из Каталуния. Что ты думаешь? Это лучший бренд? Конечно, он лучший! Это так смешно! Как я понимаю, с названием этого брендового животного, он любит воду! Да, конечно, он хочет жить в воду весь день, если бы он мог. Каждый вечер он спешит и хочет идти в воду, поэтому нужно время... Немного времени, да, чтобы его заниматься? Да, конечно, он хороший брендер! Мы идем в воду с нами, поэтому когда мы идем на землю, мы думаем, что он должен идти на землю, он идет на землю, а потом он прыгает в воду. О, из Пантона? Да, да. Найс! Но он знает, как он может идти в воду без позволения, или он ждет тебя? Да, он не будет идти в воду. Он был бы самим. Он был бы... Он был бы... Он был бы... Он был бы на платформе, и смотрел, например, в воду, и он был бы очень экологистистический ребенок, потому что он только прыгает, если что-то в воде, и он может это сделать. Например, в пластиковых бутылках, или что-то зеленое, он любит зеленое или зеленое. Это потому что его бокс... О, его бокс он зеленый. Да. Вы видите, что он уже спросил? Да. Да. Он уже готов. Вы же не спешите в воду? Да. 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 Один цветник. Он тут смотрит в клево. Да, где веселый волк. Онㅋㅋㅋㅋ, кто зашивает делает лос пуledigen. Он стал вперед смаживаться, как на воду. Это тоже некий состав. А ему не сломается. Да. Тотально никакого сухого. Это как пыль. Это больше пыль, чем пыль. Но это хипоаллергично. Да. Как я знаю. Как это было? Я не знаю. Нет, нет, никогда. Одну еще. Сколько времени он может спать? Я не знаю. Полтора часа, часа, я не знаю. Мы никогда не имели так много потенции, чтобы им было очень весело. Но в ночи мы бросаем пыль 10-15 раз. И он все равно будет. Приятный, чтобы быть в воде. На пыль, например, он прыгал за это. Если у него нет пыль. И самое главное, что можно... Посмотрите! Поехали! Пошли так, чтобы он поднялся. И он сам за собой. Хорошо, я уйду. Он будет... Поехали! Поехали! Позже не лезет. Просто у него снял. Сейчас он потянул. Может кто-то играет. Поехали. Поехали! И он любит орехи Ну что друзья наш выпуск подошел к концу и сейчас я думаю что стоит подвести итоги хотя нет я думаю что вы должны ответить на этот вопрос самостоятельно ваше мнение насколько вот все описанные процедуры для вас были бы сложные или все же вы бы предпочли путешествовать с вашими питомцами друзья не забывайте подписываться на канал ставить лайки писать комменты и увидимся с вами уже через несколько дней до встречи пока